Добрый вечер, в эфире новости ТВК. Я Увидь Пляшина и сейчас о событиях дня подробно. Дождь дождем, а асфальт по расписанию. В Красноярске испортилась погода, а с ней качество дорожного ремонта. Вот такие видеозаписи телезрители присылают в новости ТВК в течение последнего часа. Вот так идет укладка асфальта на улице Красной Армии. Другие кадры есть, где работники дорожной службы укладывают асфальт прямо в огромную лужу. Они сняты сегодня днем по адресу 40 лет победы 10. По словам очевидца, дорожные работы длились около получаса. В мэрии новостям ТВК пояснили, что укладка асфальта в воду или в дождь, несомненно, является нарушением. Перед приемом выполненных работ на этом участке обязательно возьмут пробы и проведут лабораторные исследования. Если результаты окажутся неудовлетворительными, подрядчик будет переделывать дорогу за свой счет. О подобных нарушениях сообщайте по круглосуточному телефону 205 или в рабочее время по телефону 217-9804. Ударила молния, и мужчина скончался на месте. Это ЧП произошло накануне, около 6 часов вечера, недалеко от Красноярска, в поселке Ясаулова. Известно, что погибшему было 57 лет. Он работал кочегаром в местном детском доме. Во время грозы мужчина с семьей отдыхал на берегу реки. По предварительным данным, они подсказали от праздного день рождения данного мужчины. Значит, во время сильной грозы молния ударила в мотоблок, где он находился. По предварительным данным именно от удара молнии мужчина погиб. В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку. Ну, начальная версия, это основная. Это, конечно же, на мой несчастный случай. Смерч на Красноярском море. Опасное и редкое для Сибири природное явление накануне снял один из красноярцев. Кадры появились в социальных сетях. Видно, как огромная воронка в несколько десятков метров проносится вдоль берега одного из заливов Красноярского моря. Куда ехать-то я поеду не могу. Кассия! Так может, быстрее поедем? Первый раз вижу такое заворот событий. Но он на нас движется. Я не знаю, куда деваться. Смерч крайне редкое для Сибири явление. В Хакасии от стихии никто не пострадал. Но специалисты отмечают, иногда даже небольшой смерч может быть опасен. Так, например, 14 мая в Ростовской области 4 хутора были частично разрушены. Около 100 домов остались без крыш. А некоторые люди не могли устоять на ногах. От погребения зажима до попытки суицида. Красноярцы выдвигают самые разные версии о причинах пропажи 34-летней Юлии Романовой. Я напомню, заявление о пропаже человека поступило в полицию 21 июня. 3 июля девушку нашли за чертой города. Моя коллега Елизавета Курочкина собрала всю информацию и изучила разные версии пропажи. Лиза сейчас в студии. Какая же версия наиболее вероятна? Ольга, на самом деле пока точно никто ничего не знает. В полиции нам пояснили, что их несколько. Они на стадии рассмотрения. Известно точно лишь одно – это не погребение заживо. Об этой жуткой версии, словно сошедшей со страниц рассказов Эдгара По, написали в нескольких СМИ. После того, как девушку нашли, якобы сторож обнаружил ее на территории заброшенного детского лагеря столбы под землей. Я повторю, об этом писали СМИ со ссылкой на родных Юлии Романовой. Однако в полицию версию о погребении заживо опровергли. Давайте послушаем. Нашел сторож данного лагеря, лежала на кровати, в бессознательном состоянии. Никаких следов побоев не было, никакой земли не было. Я не знаю, откуда все это взялось, откуда у вас такая информация поступила. Мы ничего не скрываем. Откуда именно пошла информация о погребении заживо, неизвестно. Но по словам матери Юлии, у Ольги Романовой вероятность этого все-таки была. Объясню, почему. Дело в том, что у Юлии Романовой были долги, микрозаймы. И по словам мамы, ей довольно часто звонили коллекторы с угрозами. Верните деньги, когда вернешь долги. Готовь красные колготки и бутылку. Будем тебя иметь в ***. В общем, там всяко. То есть не стесняйся ни в выражениях. Нет, 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 нет. Прям угрозы. Угрозы. Я отмечу информацию о звонках коллекторов. Полиции нам подтвердили. Но опять-таки никакой конкретики ни о фирмах, откуда Юлии могли звонить, ни о размере задолженности нет. Я также добавлю, что по словам мамы Юлии, правоохранители не отрицают версию о суициде. Однако нам в полиции эту информацию не подтвердили. Лиза, ну вот девушку отсутствовало две недели. Есть ли хоть какая-то информация, где она все время была? Ольга, известно лишь то, что с 19 по 22 июня она была дома у своего отца на улице Базайска. Отмечали его день рождения. После этого девушку никто не видел. Я напомню, нашли ее 3 июля на территории детского заброшенного лагеря. А в каком она сейчас состоянии? Она сейчас в сознании, но тем не менее абсолютно не контакта. Не узнает даже своих родственников. По словам мамы со ссылкой на врачей, девушка пробыла почти 7 дней без еды и без воды. Не исключено, что это и есть причина амнезии. Я повторю, пока точных версий в полиции не называют. Говорят, нужно дождаться, когда девушка сможет сама рассказать хотя бы то, что помнит. В организации поиск пропавших детей нам сказали, что история эта очень запутанная. Разобраться будет сложно. Ольга. Спасибо, Лиза. Мы будем продолжать следить за развитием событий. И сейчас к другим новостям. Без электричества в самый разгар дачного сезона. В 29 садовых обществах в районе Калягина, Пугачева и Минина снова погас свет. Это произошло еще накануне днем. Сегодня дачники целый день добивались встречи с энергетиками. Чем закончилась эта история, расскажет Дарья Тарасенко. Вот я вчера утром накачала. Мне хватит, ну, полтора раза полить. Все. Практически у всех дачников скважины. Насосы работают от электричества. Валентина Васильевна говорит, хорошо, что успела сделать небольшой запас воды. Жить пока можно. Но хватит дня на два не больше. Если свет не дадут, будут возить воду из города. Вот такая битва за урожай в 21 веке. До слез будет жалко все это. Только вот, смотрите, ягода немножко пошла. Все начинает свисти. А все засохнет. Ну и как мы будем жить? Мы вытащили все, что могли, да? Все, что могли. Ну вот это вот уже, наверное, надо выбрасывать, потому что все с него бежит. Такая же ситуация и в садовом обществе «Тайга-2». Света нет уже сутки. Правда, у Галины Бекер сейчас главная задача даже не урожай спасти, а детей накормить. Четверо внуков летом всегда живут на даче. Сегодня обошлись без горячего. Но на бутербродах долго не протянешь. К тому же заняться ребятишкам особо нечем. Бассейн зацвел. А поменять воду возможности нет. Поедем домой в Красноярск. Потому что детям здесь невозможно жить. С детьми все вот вокруг, здесь через каждый дом, лето. Где детям-то отдыхать? Лагерей у нас не так много. Вся надежда на дачи. Что случилось, почему свет снова потух, садоводы не знают. Как и два месяца назад электричество отключили без предупреждения. Никогда МРСК не отвечает, что они делают, когда они делают и на сколько отключение. Никогда. Диспетчер. А диспетчер кто такая? Скажите, пожалуйста. Ну диспетчер. У нее спросишь. Отключение. Когда сделаем, подключим все. Никогда они не объясняют нам, насколько, что, где, когда игра. В этот раз садоводы решили, в эти игры они не играют и нужно поставить точку сегодня. С утра председатели созвонили с руководством компании. Заместитель по техническим вопросам, господин Синицын, назначил встречу на 4 часа. 25 председателей пришли в назначенное время, но к ним так никто и не вышел. На этом дачники не успокоились и пошли в другой офис МРСК. Через полчаса ожидания людей все-таки принял главный инженер. А еще через полчаса стало известно. Свет дали. Людям пояснили, была авария. Сейчас ее устранили, но не факт, что отключений больше не будет. Скорее всего, сейчас мы будем обращаться в Емельяновскую администрацию о признании линии бесхозной. Потом через год мы определимся, кому она будет принадлежать. Потому что есть несколько предложений. И общество вместе с МРСК, мы, я думаю, решим эту проблему. Потому что настроение решить эту проблему есть. В МРСК заявляют, сети слишком изношены. По бумагам принадлежат они садовому обществу «Тайга-1». Председательно контакт так и не идет. Мы готовы их взять на обслуживание и привести в порядок. Но для этого нужен этот человек, вот из этого председателя СНТ, который бы заключил с нами договор на обслуживание, мы бы хотя бы их привели в порядок или что-то бы сделали, разошли бы и разобрались. Потому что это не причина, не желание МРСК Сибири что-то делать. Наоборот, мы уже обращаемся в полицию, чтобы нам как-то нашли этого человека. Мы вот с того самого отключения, мы этим вопросом занимаемся, мы его не бросили. Чем закончится эта сумеречная эпопея, пока не ясно. Но сегодня стало понятно, диалог между садоводами и энергетиками налажен. А это уже большой шаг. Дарья Тарасенко, Александр Тропин. Новости ТВК. Через две минуты в новостях ТВК. Первое заявление Владислава Логинова на посту главы Свердловского района. Через пять минут. Как будет выглядеть музейный центр на Стрелке после большой реконструкции. Через 16 минут. Как Госдума и президент подписали один закон в разных вариантах. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Первый официальный выход в новой должности и первый комментарий. Новый руководитель администрации Свердловского района Владислав Логинов рассказал новостям ТВК, что начнет свою работу с коммунальных проблем района и не оставит без внимания жалобы жителей. Напомню, эта причина указана как одна из главных, по которой был уволен предыдущий руководитель. Работая в департаменте городского хозяйства, конечно, я этими проблемами занимался. В том числе и в Свердловском районе с этими проблемами жил. Поэтому они понятны, очевидны. Есть определенные моменты, связанные с адресной привязкой, с непосредственно людьми, которые обращаются. Но я думаю, что со всеми мы познакомимся. Сегодня это назвали промышленным подарком. Но скоро на такой нужно будет найти деньги каждому крупному предприятию края. Впервые усилия экологического движения красноярцев за чистый воздух привели к реальным результатам. Выбросы одного из самых пыльных заводов правого берега сокращаются с этого дня. Подробности у Екатерин Кашутчик. Время, наверное, впервые отвечает о приятном, особом масштабном вложении бизнеса в городской воздух. В прямом смысле слова, на ветер ушло больше 100 миллионов рублей. Столько стоил новый фильтр для цементного завода и снижение влияния этого завода на городской воздух. За обычным словом фильтр скрывается вот это вот здание высотой с семиэтажку. Там внутри многометровые рукава и современное оборудование. Все ради одного, одного экологического эффекта. Оценить его можно просто. Раньше с каждым кубометром воздуха завод отдавал в атмосферу 400 миллиграммов пыли. Теперь только 10. И это в три раза меньше допустимой нормы. Все, что новая австрийская машина поймает, снова уйдет в производство цемента. Некоторый прирост в килограммах, тоннах выпускаемой продукции от этого увеличится. А уменьшится только вред. Новая техника даст очистку в 93%. Поставили ее на самый грязный цех. Цех обжига и вращающихся печей. Модернизация сюда не приходила с момента запуска. Это было почти полвека назад. Мы выбрали такой фильтр, который с запасом на какие-то будущие более жесткие требования обеспечит заводу эффективную работу, а Красноярскую «Чистое небо». Раскошелиться на «Чистое небо» скоро придется и всем остальным крупным предприятиям. Пока закон разрешает им по согласованию, но нарушать пределы допустимых выбросов. С 1 января 2018 года продление всяких либо ВСВ, то есть мы по краю уже прекратим. Пока списка из тех, кто готов вложить в воздух сотню миллионов рублей, нет. Зато есть первый пример таких инвестиций. Екатерина Кошучик, Виталий Субодин, Новости ТВК. За черный пиар отказ в регистрации. Сегодня на заседании Краевой избирательной комиссии назвали ряд партий, нарушающих правила предвыборной агитации. Речь идет о размещении газет в почтовые ящики, о печати материалов рекламирующих кандидатов и об уличных баннерах. Дело в том, что во всех этих материалах не соблюдают правила агитации. Так, в них должны быть указаны реквизиты заказчика, реквизиты изготовителя, тираж и сроки изготовления. Члены комиссии единогласно приняли решение направить предписание в полицию о пресечении распространения таких материалов. Отмечу, некоторым кандидатам уже делались замечания. Так, одна из партий после жалоб на рекламные плакаты баннеры не демонтировала. К слову, как говорит председатель Краевого избиркома, если так будет продолжаться и дальше, будут приняты довольно жесткие меры. Во-первых, это мы можем расценить как финансирование избирательной кампании данной партии, помимо избирательного фонда. Если мы посчитаем определенную сумму, которая превышена 5%, значит, этой партии будет отказана в регистрации. А тем, кто размещает, там административное наказание и так далее и тому подобное. Огромная пробка из-за дождя, как нам сообщают автолюбители. Улица Робеспьера полностью стоит. Машины практически не двигаются. В ГАИ рассказали, что пробка из-за ливня проезжую часть затопила водой. Автомобили тормозят, и к тому, видимо, произошло замыкание, потому что встали троллейбусы. Учитывайте эту информацию, выбирая свой маршрут. Мы продолжаем выпуск. Жалобы на медицины по видеосвязи. Красноярцы могут сообщить о некачественных медуслугах новым способом. Министерство здравоохранения России запустило проект «Послушайте, доктор». Если вы не можете получить качественную медицинскую помощь или условия в поликлинике кажутся вам некомфортными, расскажите об этом по видео. Ролик должен быть не больше трех минут. В нем обязательно нужно указать дату, сообщить свою фамилию, имя, отчество, регион и медицинское учреждение, где вам не оказали помощь или сделали это некачественно, либо несвоевременно. И другие важные, на ваш взгляд, подробности. Затем видеоролик нужно загрузить в интернет, заполнить форму согласия в социальной сети ВКонтакте. Адрес вы сейчас видите на экране. И все это отправить на электронную почту Минздрава. Останется только дождаться ответа, который организаторы также обещают сделать в формате видеоотчета. Красноярский музейный центр ждет реконструкции. Уже в следующем году обновят красные залы. Ремонта там не было с 1987 года. Пространство дополнят техническими коридорами, которые сейчас недоступны для посетителей. Проект уже утверждают. Изменения и дополнения экспозиции красных залов поддержали сразу два фонда. Благотворительный фонд Владимира Потанина и Российский фонд культуры. Обновят и фасад музейного центра. Это планируют сделать к 2019 году. Что касается очень важного вопроса относительно внешнего облика нашего здания, ведутся переговоры, ведутся переговоры на разных уровнях. И я вас уверяю, что к 2019 году, к Универсиаде, вы увидите наш музей прекрасным, новым, который станет, на мой взгляд, украшением парка Универсиады. Также в планах восстановить виадок, соединяющий музейный центр и большой концертный зал. Напомню, конструкцию снесли в марте прошлого года. Безработица растет. Почти 10 тысяч жителей края отчаялись в поисках работы. По данным Красноярск-Стата, из полутора миллионов работоспособных 93 тысячи оказались безработными. Из них почти 5 тысяч человек искали работу, 82 тысячи по тем или иным причинам решили нетрудоустраиваться, а 9 тысяч 300 вовсе отчаялись найти заработок. О поиске работы продолжим говорить сегодня в программе «Летнее интервью». Какие вакансии сейчас пользуются спросом, для кого сейчас трудоустроится большая проблема и какую зарплату предлагают работодатели и стоит ли менять работу в сезон отпусков. Обо всем этом узнаем у специалиста в 20.30. Через 2 минуты в новостях ТВК городские власти запустили транспортный интернет-сервис для людей с повышенными потребностями. Через 3,5 минуты старинный храм в деревне Барабаново в проекте «Небольшое путешествие». Госдума и президент одобрили разные законы. Коллизия возникла вокруг документа о Нацгвардии. Одну редакцию подписал Владимир Путин, под другой резолюцию поставили депутаты Госдумы. Притом заметил это случайный пользователь интернета. На официальном сайте он обнаружил несостыковку в документах. Разница в сроках действия лицензии на оружие. Дума разрешила его выдавать на 10 лет, а президент на 5. В Кремле ответили, что пока в причинах путаницы разбираются. Городской транспорт стал доступнее. Такой вывод сегодня сделали красноярцы с проблемами зрения. Они встретились с разработчиками приложения «Мобильный помощник», которое помогает плохо видящим людям узнавать о приближении автобусов с помощью звуков. Программу начали разрабатывать еще в 2012 году на одной платформе с приложением «Онлайн маршрут». Сегодня посещаемость приложения составляет 150-160 человек в день. Наряду с приложением был запущен и колл-центр, где пассажиры могут в голосовом режиме получить информацию обо всех подходящих к определенной остановке автобусах. В день колл-центр принимает до 3000 звонков. Оба сервиса работают бесплатно. Однако, как уверяют пользователи, их создателям еще есть над чем поработать. Доработать, если только по взаимодействию с водителем автобуса. Начинаю отслушивать, что подъезжает, и все-таки к дверям автобуса подходить и спрашивать уже, что именно подошло. То есть, а если бы водитель, допустим, знал о том, что я стою и его ожидаю, может быть, какие-то действия бы совершил. Например, в Санкт-Петербурге автобусы оборудованы специальными приборами, издающими радиочастотный сигнал для инвалидов по зрению. Но оборудовать красноярские автобусы таким образом очень дорого, пояснили в департаменте транспорта. И предложили бюджетную альтернативу. Мы в приложении сделаем дополнительную функцию, где он может либо связаться с водителем интересующего маршрута, ближайшего автобуса к этой остановочной пункте, либо через диспетчера. Если не придет подтверждение, что водитель его информацию увидел, уже тогда диспетчер ему скажет, что ваше сообщение принято, экипаж будет вам содействовать. Небольшое путешествие по нестандартным маршрутам продолжается. Наша съемочная группа пытается найти интересные места, доехать до которых можно на одном баке бензина. Сегодня речь пойдет о старинном храме в Барабаново. О чем нужно знать, отправляясь в это путешествие? В новой серии нашего проекта. Это небольшое путешествие. Сегодня оно специальное для любителей древности, для тех, кто не только хочет посмотреть на уникальную архитектуру, но и приобщиться к духовному. Мы приехали в Барабаново посмотреть на храм Пороскевы Пятницы. Здравствуйте. Здравствуйте. И, как всегда, дороги езжайте по М53 по указателям прямо до Барабаново. Это 60 километров пути около часа времени. На всю дорогу у вас уйдет чуть больше 4 литров бензина, что обойдется примерно в 140 рублей. И, по сути, это единственная трата в путешествии. Но рекомендуем запастись водой. Впереди 13 километров по гравийке. Мы едем на Рено Каптюр. Автомобиль готов к любым путешествиям за счет подключаемого привода и небезызвестной надежной подвески Рено. Они могут справиться с любой дорогой. Им проверить это можно, взяв автомобиль на тест-драйв у официального дилера Рено. Деревянных храмов в таком объеме, такой сохранности и с росписями просто нет за Уралом. И поэтому каждый мазочек кисти, он уже уникален. Шедевр деревянного зодчества стоит здесь уже больше 150 лет. С началом реконструкции количество паломников и туристов увеличилось в разы. Так что имейте в виду, чтобы войти внутрь, нужно соблюдать дресс-код. Мужчинам запрещается приходить в шортах. Для женщин предпочтительнее юбка и покрытая голова. Незамужние могут обойтись без головного убора. Если ваше путешествие сюда оказалось спонтанным, в храме выдают платки. Ни о какой плате речи не идет. Услуг-то туристических мы не оказываем. Мы всего лишь пытаемся восстановить этот храм, проводим здесь богослужения и все. Нет никаких билетов и быть не может. Если человек хочет помолиться, поставить свечу, он может взять ее одну, две, десять, двадцать, пятьдесят. Это его право. По сути, храм открыт всегда, но узнать подробно о его строительстве и истории можно только в определенные дни. Например, из Красноярска в эти края по выходным ходят экскурсионные маршруты. Храм Параскива Пятницы – одна из остановок в большом перечне объектов. Цена – 1100 рублей. В случае, если вы все-таки решились на самостоятельное путешествие, наш вам совет – езжайте в субботу. С 11 часов здесь проходят молебны, а после них настоятель готов поделиться местными легендами. А таких много. То, что этот храм сделан без единого гвоздя, естественно, любой человек, подойди к стене, поймет, что это не так. Но существует очень устойчивое местное предание, которое, кстати, подтверждается историками, что во время Гражданской войны, во время исхода армии Колчака переправа через Енисей была именно в этом месте. И многие люди, приезжая сюда, спрашивали меня, правда, что здесь Колчак молился. Как минимум, вот такой исторический персонаж, как Колчак, как минимум видел этот храм. Многие стекаются сюда не только за легендами, но и за чудесами. Попросить о детях, намолить мужа. Говорят, те, кто приезжал с такими целями, теперь посещают храм с семьями. А может, это очередная легенда. В любом случае, визит сюда будет сопряжен с особыми чувствами, которые вряд ли вызовут музейные экспонаты. Копите впечатления, ну а мы едем дальше. Виктория Лопатати, Николай Чистяков. Новости ТВК. Новости ТВК.